Мы обсудим эту тему с Аленой Шкрум, народным депутатом, которая как раз и пытается решить эту проблему с выплатами для семей погибших военных. Здравствуйте, Алена. Доброго вечера. Спасибо, что пришли. Скажите, все-таки, почему парламент до сих пор не может рассмотреть вот эти законопроекты, которые должны все решить? Решить вот эту беду, помочь этим людям, на которых больно смотреть. Вот вы автор одного из таких законопроектов. Что мешает? Ну, насправді, ця ж проблема, вона не выникла щойно. Вона выникла, там, три роки назад, або трошки меньше, как только началась война, и люди начали гинути, фактически, от хвороб, от поранений, уже после освобождения. Дуже часто людина, например, захворюет, а потом это перетворяется на запаление легень, ее освобождают за состоянием здоровья, потому что лечение не допомогает, и людина помирает уже, там, после, например, госпиталя, через, там, 3-4 месяца после освобождения. И, на жаль, семья не отримает ничего, żadной компенсации, ничего. Ну, давайте будем говорить откровенно. Это же откровенная подлость со стороны государства. Ну, понимаете, в чем вопрос? Насправді, проблема давно существует. И проблема в том, что этот законопроект должен быть давно не работал комитетом и давно не работал Министерством обороны. До меня обратилась организация «Юридичная сотня», которая принимает большую количество звонков на свою горячую линию от друзей, от сестер, от погибших атошников, от их матерей. Вот вы видели, пані Тамару сьогодні, действительно, яку боляча насправді слушать, потому что она говорит, что мы никому не нужны. А это не так. Они нужны. И они нужны очень стране. Они защищают страну. Их дети умерли за эту страну. И, насправді, ну, проблему можно решить очень быстро, проголосовать за основой в целом, будь-який из трех законопроектов, который есть. Ну, вот смотрите, вы говорите, комитет не наработал сам законопроект. Но если комитет у нас неспроможный, вы уже им протянули руку помощи. Вы сделали этот законопроект. Они его хотя бы рассмотрели? Нет. Ну, вот, на жаль, проблема в том, что мы работали этот законопроект разом с «Юридичной сотней» и Министерством обороны. Зареєстрували на початку квитня. И комитет до сьогодни его не розглянув и не винес в зал. Я вважаю, что это недбалість и политика там, где не маю бути политики. То есть на комитете пан Пашинский, например, кричал на меня, что это политика, что это Батьковщина, какая-то инициатива. Слушайте, не принимайте инициативу Батьковщины. Ну хорошо, а почему тогда глава комитета господин Пашинский не сказал? Ну, у вас политика и пиар, вот я достаю свой законопроект. У него есть свой законопроект, который я, до речи, готова поддерживать. Я готова поддерживать любой законопроект. Жоден не рассматривается на комитете. Но, по-моему, это можно объяснить только одним и желанием помочь. Ну, на самом деле, что было интересно, на ostatнем заседании комитета, то много членов комитета нас поддерживали и сказали про то, что давайте объединяем все законопроекты и просто вынесем их в зал и принимаем за один день за основой в целом этот законопроект. Он не возникает суперечностей в зале, он не является политическим. Но вот было решение, пана Пашинского, направить в Кабмин и спросить у Кабмина, что есть у Кабмина деньги. Ну слушайте, мне очень нравится, что есть у Кабмина деньги. По-перше, я знаю, что они есть. По-друге, это те деньги, которые наши бойцы заслужили. Они их должны получать. Это не вопрос вообще. Ну, вряд ли будет ответ следующий оптимистичным, но все-таки спрошу. Вы верите, что за четыре пленарных дня удастся рассмотреть и в первом чтении, и во втором чтении? И что, уйдя на каникулы, депутаты хоть что-то сделают для этих людей? Я могу сказать, что я сделаю все, что я смогу сделать, и что моя фракция сможет сделать, и что наш авторский коллектив из других фракций может сделать для того, чтобы это было принято. Нам нужно один пленарный день и одно решение комитета. Мы уже попросили главу Верховной Ради зібрати комитет позачергового и провести это решение. Алена, если у вас ничего не получится, и люди и летом, а потом и на осень отложатся, что им делать? Идти в суды, как наша героиня? Ну, уже в Украине есть примерно четыре суды, но через суд это, по-перше, долго, по-друге, это дорого, а по-третье, ну, это не красит ни государство, ни Министерство обороны, ни нас, как общество, да? Те люди должны получать эти деньги, потому что их сыны, або брати, або люди погибли за эти деньги. Спасибо. Алена Шкрум отвечала на мои вопросы. Спасибо вам, Алена, что пришли, говорили мы с народным депутатом о том, как государство оставило без помощи людей, которые пострадали от фронта. Ну,